ой что зеваешь еще всем привет всем доброе утро но сегодня у нас 15 день 15 день пути мы ночевали значит 48 километров от омска кафе стоянка платная значит ну как бы нормально все в общем омск нам очень понравился понравить понравились строения дома все разнообразные они не все они не все они не все не просто те которые ты попадаешь на попадаешь конкретно город столько заводов столько денег бюджет вливание счеты и непонятно почему дороге в таком состоянии не все конечно по видео видно что не все они там есть и нормальные в общем сейчас мы выдвигаемся ишим контрольная . там будет развилка налево или направо но скорее всего поедем и налево потому что юг домов побольше на севере побыстрее немножко там буквально 200 километров выйдет но во-первых населенных пунктов меньше и во вторых честно нам 7 северу уже надо ехать да хочется тепла здесь классно но здесь холодно а кстати вчера вчера мы подъезжали к омску ребята мы видели беде одна пара одна пара пролетала в сторонке сейчас сейчас поедем дочь а одна налетела на нас и буквально я уже начал тормозить автобус и буквально в нескольких метрах перед нами они разлетелись в разные стороны у нас глаза были мы в восторге они настолько большие в день семьи нас окружили лебеди так что мы едем вокруг плавают уточки классно ребята еще порадовалась за омск за область новосибирь ехали там там ну как бы погосты в основном в основном погосты здесь именно засаженные поля именно видно что аграрий здесь процветает но мы едем дальше едем дальше всем пока оставайтесь оставайтесь в омской области конечно все поля вы сделаны молодцы молодцы вообще прям глаза радуется лексус он вообще со своей баней если мы со своей машиной он со своей баня удобно становился попарился да я тогда выходить не буду я не хочу деваться блин вот вот так видно живностью тишит вдоль дороги почему-то почему-то вдоль дороги очень много водоемов все утки какие-то еще непонятные птички чайки тут столько всего лебеди летали в эту блин сегодня лебедей встретили вчера лебедей встречали парами летают очень много летающей живностью вдоль дороги для нас это конечно дикому никогда такого не видели маленькие серые зеленые коричневые каких только нет да вот мой кофе и мы едем дальше едем дальше вот такие березовые леса нас окружают уже сутки до помочь вон спереди опять начинать мы как с новосибирска выехали мейзажи да даже на подъезде к новосибирску не меняются вот уже наверное километра 800 от неберезы вообще не березы да 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 стало конечно дорога намного интереснее дорога хорошая подъезжаем к какому-то указателю тюкалинск ну посмотрим как живет тюкалинск основан 1759 году ну мы видели здесь и постарше большая стоянка дальнобоев кстати бензин да вот уже вторую заправку газпромовскую встречаю после омска бензин немного но дороже на полрубля копеек на 60 60 дороже имейте ввиду проехали мы сто тридцать семь километров от омска а тюкалинск это город это город за автовокзал сейчас проехал я тоже думал поселок это город ну вот уже с новосибирска встречаются вот эти экраны в населенных пунктах и сто процентов везде конечно но и есть но лебеди пасутся в общем 186 километрах а томска есть вот такое вот кафе уют магазин банкомат водичку набрать очень уютно большая парковка она просто но огромная по кругу везде стоят беседки со столиками с лавочками здесь же мотель баня сауна сауна душ прачечная напротив заправка мы сейчас сходим помоемся взяли баню в общем то что и 200 рублей баня 500 на 100 рублей нам выходит дороже двух человек зато хоть прогреемся маленькой отдохнем ребенка покупаем нормально вот такая вот сауна ванночка у нас своя конечно два часа зашли а мы же только постирались а я не стал спрашивать если на дому давай тогда лучше сначала постираем а мы все равно пока кушать сейчас будем точно приготовила вы жарко тут журче чем тут выезжаем со стоянки уют называется помыли здесь в русской банке очень классное место всем советую здесь и магазин и кафе банкомат вай фай у кого интернета нету как бы вообще они здесь так обустроили все уютно если мы ехали летом мы бы здесь наверно целый день мы провели еще одно замечание ребята здесь обитают великаны мы сегодня видели уток которые плещутся вдоль дороги ставил лебедей буквально ну 30-40 метров от дороги великанов видели заснять не успели ну вот чего мы точно него не ожидали увидеть в сибири так это стадо верблюдов которая пасется как коровы я не думаю что вы разглядите но хотя может кто-нибудь раз это но это поверьте нам это верблюды двугорбные мизажи мизаж не изменились зато плечки ничего не поменялось Едем дальше. В Тюмени вообще все вспахано, все возделывается. Я так понимаю, мечеть, скорее всего, что это? Перед Ишимом, я так думаю, километров 20 осталось. Старая убитая свайка, и схватана, и перелатана. Подъезжаем к Стрехино. Которая плавно перейдет в Ишим. Мы так подозреваем с Костей, что дорога раньше здесь шла, потому что перед Стрехино и гостиницы, и парковки, стоянки. Вот. Так что, если кому надо, заезжайте в поселок. Так что, кому надо, заезжайте в поселок. Здесь можно переночевать, отдохнуть. Опять. Уходим в Баааа. Мучает. Показываем. Вот. Спортивный комплекс большой, районный дворец культуры и библиотека, все в одном месте. А напротив торговые центры. Государственная поликлиника. Большую поселку, большую поселку, большую поселку. Сельский дворик. Черочка, так непривычно, что от дороги много места для тротуара, как-то уже привыкли, что в Сибири как-то вот и дорога близкая, и тротуар прям вплотную. Вот такой, 38-90 на Тюменской топливной компании, бензин 92 стоит. Ну а так ухоженный городочек. Небольшого городка В принципе неплохо И просторно Прямо дышится Да, да, просторно Просторно и, скажем так, уютно Уютно, да Уютно 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 Любителям World of Tanks посвящается Сушка Ну вообще Ишим хоть и небольшой, но очень уютный город, могу сказать И надо заметить, очень чистый Думайте все региональные, все отлично Вон, смотри, с левой стороны как красиво Видно, что на старом городе Начальная школа Я прям реально не ожидал, думал мы проскочим Мимо там три дома Не знаю, давай поедем Малостырь Посмотрим Можешь мы там развернуться потом? Да Развернемся, переживай Смотри, прям старинное что Надо будет историю Шиме почитать Киев Эту В одну В ней Субтитры сделал DimaTorzok 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 И тут все напоминает о... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Диму разово С завода В общем, фаркоп держался там на соплях, как оказалось Оторвался И у нас чуть не улетела машина в кубет Костя вовремя среагировал Так что сейчас вот... Ха-ха-ха Молодец, папа! Остановил машину, и одну, и вторую Ой У меня аж у самой руки трясутся до сих пор. Ну что, папуля, спаситель машин. Ну ничего, догнал, остановил. Ты здесь не сняла? Фаркоп сам? Да. Короче, заводской фаркоп у нас оторвался. И был он, держался он, вернее, там. Он, судя по ржавчине, вообще, и на точках сварки, вообще ерунда. Не проварен был с завода. Но, так как мы уже очень далеко. Блин, темновато настроиться, нет? От места покупки его предъявлять претензии некому. Ну, я думаю, завтра найду сварного, который нам хорошенько, плотно это все обварит. Ну, вот так вот. Ну, еще поспособствовали на наша федеральная дорога, которая очень-очень ровная. Местами вообще хоть самолеты запускай. Ну, вот так вот. Как-то так, что наша жизнь без приключений. Вот такие вот приключения у нас. Хорошо, что мы не успели уехать далеко. Встали на парковке для дальнобоев. Мы тут в уголочке, никому не мешаем. Нам, в принципе, никто не мешает. Да, вот такие дела. Плохо проваренный фаркоп. Ну, хорошо, что он вылез, когда мы разворачивались, чтобы сюда вернуться. Недалеко от города отъехали, буквально несколько километров. Проехали чуть дальше, увидели света. А там и заправка Газпром. Думали, может, там встанем, может, там получше. Решил развернуться и, значит, сюда вернуться, на эту парковку. Ну, и на развороте вырвало. Вот так вот побежал машину ловить. Да, хорошо она там еще уперлась. Ну, в общем, все нормально. Завтра буду искать сварнула. Будем проваривать. А сегодня был город-открытие случайный. Вот такие дела.